Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня свою историю борьбы с клопами расскажет наш клиент Дмитрий, за что ему огромное спасибо. Дмитрий обнаружил клопов у себя в квартире, обнаружил непосредственно взрослых насекомых, бегущих по его помещению. То есть, не дожидаясь укусов, он сразу же обратился в службу дезинфекции. Работу мы Дмитрию провели с помощью генератора холодного тумана. Применяли мы Д-средства из двух групп. Д-средства из группы неоникотиноиды и из группы перитроиды в соответствующей комбинации. Давайте послушаем Дмитрия. Поехали! Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня на канале дневник дезинфектора, рубрика «Разбор полетов». И наш сегодняшний гость Дмитрий. Дмитрий, здравствуйте! Спасибо большое, что нашли минутку для нас. Здравствуйте, Андрей! У каждого, кто столкнулся с вредителями, своя уникальная история борьбы с ними. И уверен, это видео наверняка кому-то поможет быстрее избавиться от насекомых, грызунов, плесени, вирусов и так далее. Дмитрий, расскажите, пожалуйста, с какими вредителями вам пришлось встретиться, столкнуться? Пришлось столкнуться с клопами. Все еще началось летом. Был обнаружен один клопик, на которого не обратили внимания, можно сказать, должным образом. Просто подумали, что он какой-то случайный, потому что прошерстили диван и все посмотрели. Ничего, кроме этого клопа, одного единственного не было. Подумали, что как-то случайно прибежал, может, не успел наплодиться. Потом, спустя несколько месяцев, я начал замечать следы их жизнедеятельности, так скажем. И, соответственно, увидел парочку штук самостоятельно. Ну и тогда я уже забил тревогу и решил позвонить вам. То есть вы увидели непосредственно сами взрослые особи или увидели все-таки сначала укусы на теле? Нет, укусов как странно не было. Либо я их просто не ощущал. Как-то, не знаю, вроде смотрел тело, ничего такого не видел. Саму взрослую особь я увидел два раза. И, собственно, это был для меня звонок, что пора вызывать. Это, кстати говоря, это очень редко. Обычно люди замечают укусы на своем теле, какие-то красные пятнышки. После этого уже начинают бить тревогу. А у вас такой случай неординарный, на самом деле. Правильно я понимаю, это у вас в квартире, в жилом помещении? Да, да. Скажите, Дмитрий, вот вы лично, как вы думаете, с чем вообще связываете появление Клопова у вас? Честно, два варианта. Либо я с работы принес, я на складе работаю. Либо откуда-то от соседей прибежала, с улицы. Не знаю, вот сейчас уже прошло два месяца, как бы все чисто, тихо, спокойно, ничего нет. Все прекрасно. Поэтому вообще даже идей нет откуда. Не может быть, просто случайно с улицы, потому что от соседей как бы ничего больше не бежит. То есть вы, когда их обнаружили впервые, вы сразу же решили обратиться в специализированную службу? То есть самостоятельно никак не боролись? Ну, впервые я их обнаружил, повторюсь, еще летом. Тогда я никаких действий не предпринял абсолютно. Просто его раздавили и выкинули как бы. А второй раз, когда я уже обнаружил у меня, это уже напрягло, забеспокоило. Да, самостоятельно я никак не пытался их выводить. Потому что, ну, мне кажется, это бессмысленно. Сразу-сразу позвонил. То есть вы сразу попали в нашу организацию или был еще опыт какой-то до нас? Нет, никаких опытов не было. Сразу к вам обратился. Больше после этого никому не обращался. Скажите, сколько обработок у вас проводили наши специалисты? Две обработки с периодичностью две недели и один день 15 дней. Две обработки хватило, да? То есть вот сейчас вот по истечении двух месяцев вредителей вы не наблюдаете, ну, в частности клопов, да? Никаких укусов на теле нету, визуально тоже никого не обнаружили? Нет, нет, все чисто, все спокойно. Скажите, а после обработки был какой-то дискомфорт, там, может быть, в плане запаха долго устранялся? Запаха, на удивление, вообще не было никакого. То есть, ну, когда я заходил в квартиру посмотреть, вот, ну, когда был столб дыма, тогда, да, был какой-то запах. Через несколько часов я возвращался, проветрил, как бы все. Никаких беспокойств не было. Единственное, что был только пол липкий, но мне сказали, что так и должно быть, и мыть его нельзя, поэтому, как бы, ну, на это я внимания не обращал, да и дискомфорта у меня это не вызвало, скажем так. А по запахам никаких. А вот этот период между обработками, вот эти две недели, как вы себя ощущали? То есть, ну, я так понимаю, все равно ощущение, как на пороховой бочке, то есть, ну, вроде как не до конца же дотравили. И вот эти две недели нужно ждать. То есть, вы наблюдали в этот период хлопов или все-таки было затишнее? Ну, я наблюдал не самих хлопов, скажем так, появлялись новые следы жизнедеятельности. Вот, получается, на кровати я замечал, ну, все эти черные точки я стирал перед приездом мастера в первый раз, вот, и в последующие разы появлялись новые такие одиночные. Вот, ну, соответственно, после второго раза, вот, я до сих пор смотрю, ничего нет. Замечательно. Дмитрий, вот вопрос такой, так как вы впервые столкнулись, да, то есть, мы до этого с вами, естественно, были незнакомы, то есть, чтобы люди не подумали, что там, может быть, какое-то специальное подставное интервью некоторые думают. Вот, все-таки хотелось вас узнать, как человека со стороны, столкнувшись с проблемой, по каким критериям вы выбирали службу дезинфекции? То есть, может, какие-то отзывы или просто в списке первых нашли? Вообще, я, в принципе, все, что я стараюсь покупать, я выбираю по отзывам. Поэтому я очень, ну, так долго, на протяжении целого дня я сидел и смотрел, очень много фирм перебирал, читал отзывы, смотрел сайты и решил остановить свой выбор на вас. Хорошо, замечательно. Мы рады, что оправдали ваши надежды. Надеюсь, что проблема не вернется. Ну, конечно, от смежного соседства никто не застрахован, к сожалению. То есть, тут только перекрытие пути миграции, то есть, места прохождения труб, вот мелкие щели, их как минимум запенить. И на вентиляцию мелкоячеистую сетку. Это вот минимальные действия, которые можно самостоятельно даже произвести, чтобы, насколько это возможно, максимально защититься от соседей. Дмитрий, я вас не задерживаю. Если есть желание, пару слов нашим зрителям, какие-то, может быть, пожелания, столкнувшись с вредителями, что вы можете посоветовать? Самостоятельно не травить, надо сразу вызывать профессионалов, потому что разница колоссальная. И все намного быстрее и качественнее, потому что с мастером пришел мастер, всю мебель перевернули, все там разобрали, все везде сделали. Самостоятельно я бы даже до такого и не додумался, на самом деле. Я бы просто попшикал там каким-нибудь баллончиком по углам и все. А тут даже там с моего разрешения с кровати немного обивки содрали, чтобы посмотреть, нет ли там зверей этих. Вот, поэтому, ну, уровень намного превышает мои ожидания даже и, ну, даже то, что я бы сам лично делал. Поэтому вызывать надо, если столкнулись с такой проблемой. Вот. Так что, если что, надо звонить обязательно мастерам. Спасибо огромное, Дмитрий. Спасибо за ваше время. Спасибо за честную обратную связь. Я желаю вам и всем нашим зрителям Сан и Пит благополучия. Удачи вам во всех делах. Все, пока-пока. Спасибо вам большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!